Вышло обновление 293 и наконец-то переработали систему киблов. Всем привет, с вами Rears и сегодня мы посмотрим, как изменилась система кормов в игре Ark Survival Evolve. А спонсором этого ролика является проект Rears Games. Это сервера по игре Ark Survival Evolve. Два кластера по четыре сервера с PvP и PvE режимом. X2 на опыт, ресурсы, приручения, выращивание и инкубацию. Мощное железо серверов позволяет комфортно играть без призов и лагов. Для быстрого старта в онлайн-магазине есть несколько бесплатных наборов с железными инструментами, бронёй и Дина. В группе ВК часто бывают розыгрыши Дина и денежных сумм. Иногда можно урвать себе какой-нибудь промокод. Например, по промокоду Rears действует скидка 10% на все товары в онлайн-магазине. Также у нашего сервера есть дискорд-канал, в котором можно быстрее всего связаться с администрацией, узнать состояние серверов, поучаствовать в холиварах, найти с кем поиграть и многое другое. Кстати, все серии по Ark Survival Evolve записаны на серверах Rears Games. Если вы хотите попасть в один из выпусков или просто комфортно поиграть на хорошем сервере, то наши двери для вас открыты. Все ссылки на проект оставляю в описании. Всем приятной игры! Сейчас я нахожусь на карте Рагнарёк. Здесь у нас амбазенка в пещере. И в этой амбазе есть у нас кибловарка, при помощи которой мы будем, собственно, делать новые киблы и попытно вместе с вами разбираться в новой системе. Давайте опишу ее вкратце. Теперь все киблы делятся на несколько видов. Они получили цветовую градацию как вещи. От белого до легендарного цвета. Это выглядит вот так. Белые самые простые, зеленые получше, а синие еще лучше, фиолетовые еще мощнее. Затем идут желтые и голубенькие. Теперь не нужно для определенного животного искать кибл из яйца конкретного Дина. Теперь киблы стали более-менее универсальны. Разберем каждую группу по порядку. Итак, первая группа киблов у нас базовые. И имеют цветовую градацию, они белые. Делаются эти киблы из следующих яиц. Нужны яйца очень маленького размера. В этот список входят следующие Дина. Дила, Дудо, Яснокрыл, Лучихвост, Пингвин, Листрозавр, Паразавр, Экпаразавр и Гриф. Это маленькие животные. Ну, помимо Паразавра, конечно. Маленькие животные. Вот, допустим, один из них представитель и сейчас стоит перед вами. Яиц у нас, конечно, не так много. Но есть, допустим, вот яйцо Дудо возьмем. Без разницы, какое яйцо брать. И получится кибл простого качества. Если мы возьмем яйцо из этого списка. Кладем его в кибловарку. Для того, чтобы сварить базовый кибл, помимо яйца, нам понадобится 5 мажберри, 10 амаберри, 10 тинтаберри и готовое жареное мясо. Количество одной штуки. Включаем и смотрим. А, конечно же, файбер. Вот, все, начали вариться басик киблы. Теперь они выглядят так. Все ваши старые киблы, они теперь получили новые иконки с цветовой градацией, чтобы вы не путались. И они точно так же будут полезны, как и новая версия кибла, которую вы сварите уже из яйца. Вот так они выглядят, басик кибл. Окей. Все, забираем и смотрим. Теперь, кто же томится на базовых киблах. На базовых киблах томятся следующие животные. Дила, Додо, Кайруки, Листозавр, Мезопитек, Паразавр, Текпаразавр и Фиомия. Некоторые животные будут томиться на своих же яйцах. Забавно очень сделали, конечно, но что поделать. Мезопитека теперь можно будет довольно просто приручить. Ту же самую фиомию на киблах быстрее будет томиться. Дила тоже будет быстрее томиться. Хотя они и на прайме довольно-таки резво приручались. Ну и другие животные. Листозавры, Кайруки и так далее. Но это самые начальные киблы. Следующее подразделение. Симпл. Кибл. Называются они по-английски, а по-русски называются простые. Здесь уже повеселей. Варятся они из смол и яиц. И список здесь уже внушительный. Археоптерикс, Камилозавр, Компи, Диморфодон, Галимимус, Гисперорнис, Ихтиорнис, Игуанодон, Микрораптор, Мотылек, Авераптор, Пачи, Пегамостак, Сптеронодон, Раптор, Текраптор и Трайк. Очень много из этих животных, в принципе, приручается легко. Особенно те же самые Трайки. Итак, посмотрим из чего они варятся, эти замечательные киблы. Во-первых, нам нужно найти смол яйцо для начала. Это вот как раз археоптерикс у нас есть. Возьмем немножко яиц археоптерикса. Итак, закидываем также файбер. Пять можжберри, приготовленную рыбу, морковку и, собственно, само яйцо. И начинаем варить. Симпл кибл выглядит таким образом. Забираем все отсюда. Смотрим, какие животные приручаются при помощи этого кибла. Паук, тот же самый археоптерикс, Диплокалус, Галимим, Пчела, Ихтиорнис, Ихтиозавр, Игуанодон, Олень, Морилатопс, Летучая Мышь, Пачи, Пегамостакс, Раптор, Текраптор и Трицератопс. Опять же, половина животных, из которых делаются эти киблы, томятся на этих же самых киблах. Каннибализм процветает в полной мере. Ну да ладно. Что видим, что упростилось? Упростилось приручение Галимимуса. Для него нужны были довольно геморрные киблы, если мне не изменяет память. Пчелу теперь можно приручать при помощи такого кибла. Тоже очень удобно. Ониксов и пауков, что тоже весьма и весьма неплохо. На Трицератопса появились киблы. Раньше киблов на Трайка, по-моему, не было. Или были, я не помню. Хотя, по-моему, были из яйца Карна они делались. Поменялось приручение Ихтиозавруса. Он раньше томился на киблах Додо. Но теперь из кибла Додо делаются базовые киблы. Ихтиозавр приручается уже на киблах Зеленых. Следующего Грейта. Что немножко усложняет начальный выход в море, так сказать. А с Птернодоном еще сложнее все. К нему мы вернемся попозже. О других животных я, к сожалению, не помню, какие раньше у них были киблы. Но, как видим, приручить хотя бы одного из этого списка животных, из которого делаются киблы. И все. И варежь киблы вот на такую группу животных уже одним своим дином. Хорошо. Переходим к следующей группе. Это Регуляр Кибл. Качество у них синее. Вот такое. Давайте посмотрим, какие яйца нам нужны. Нужны медиум яйца. Список тоже внушительный. Анкила, Барионикс, Карна, Диметродон, Диплодок, Капразух, Кентразавр, Пахеринозавр, Пелагорнис, Скорпион, Сарказух, Стега, Текстега, Ужасная Птица, Шипастый Дракон, Троодон, Черепаха и Виланозавр. Половина из этих животных приручается довольно просто. На яйца не будет никаких проблем их приутомить. Итак, посмотрим, что же нужно нам для этого кибла. Собственно, само медиум яйцо. Посмотрим, какие у нас есть медиум яйца. Есть Диметродон, но Диметродон несется очень редко. Я не хочу этот кибл пока переводить. Хотя, видимо, сейчас и с привязкой все поменяется. Но попробуем сейчас проверить. Вылупим, хотя это очень долго, конечно, будет проверять. Наверное, в какой-нибудь следующей серии проверим, работает ли привязка или нет. Ладно, возьмем Диметродонное яйцо, кладем сразу яичко сюда, сразу кладем файбер. И смотрим дальше. Нам нужна кукуруза, картоха и приготовленное вяленое мясо. Вот такое. Кладем все в чан и наслаждаемся процессом. И варится синий кибл. Регуляр кибл. Этот кибл нужен нам для приручения следующих животных. Список очень большой. Наверное, один из самых, хотя нет. Ну да. Один из самых больших списков для приручения. Итак, поехали. Удильщик. Анкилозавр. Барионикс. Жаба. Черепаха. Карнотавр. Диметродон. Диплодок. Дедикурус. Эквус. Гигантопитек. Капразух. Кентразавр. Мотылек. Пелагорнис. Птернодон. Скорпион. Урловия. Саблезуб. Сарко. Стигозавр. Тегстигозавр. Террор Бёрд. Ужасная птица, она же. Шипастый дракон. И Виланозавр. Видим, что синими кивлами уже томится Птернодон. Это очень усложняет жизнь новичков. Во-первых, нужно навялить мясо. Во-вторых, нужны будут уже овощи. Хотя и для, по-моему, для яйца Дудо тоже нужны были овощи. Если мне не изменяет память. И нужно уже животное из списка повнушительней. Ну, допустим, томить тех же анкилозавров или тех же скорпионов. Наверняка у вас этих скорпионов сейчас полным-полно. Ее как раз яйца пригодятся. Таким образом, плавно переместили Птернодона из базовых животных. Которых можно легко приручить в животные синего качества, так сказать. Которые уже требуют сноровки. Требуют других ресурсов, других яиц для их приручения. Хорошо. А, и Эквуса, кстати, да. Тоже Эквуса можно приручить. Интересно, томится ли сейчас Эквус. Да, также можно Эквуса приручить на морковки. Так что ничего страшного не случилось. На Рагнарёке, как и раньше, на старте можно получить своего Эквуса. Хорошо, двигаемся к следующей группе. Супериор Кибл. По-русски она звучит следующим образом. Кибл отличный. Предыдущий был у нас обычный. Базовый, простой, обычный, отличный, исключительно экстраординарный. Но это как-то очень странно звучит. Могли бы просто так же оставить Рамшакл. И так далее, и тому подобное. Ну, в общем, для фиолетовых киблов, проще говоря, для фиолетовых киблов, для Супериор Кибл, нам нужны яйца следующих живот. Их всего лишь 10 штук. Алазавр, Аргентавис, Мантис, Мегалания, Мегалазавр, Мосхопс, Сова, Спинозавр, Топижара и Титанобоа. Сразу выделяются из простых и доступных. Это Мосхопсы и Алазавры. Алазавров как грязи. На Рагнарёке томятся довольно просто. Погнали, сварим один из таких киблов. Забираем всё отсюда. И смотрим, какие яйца у нас есть из этого списка. Вот, яйца Мосхопса как раз пригодятся. Для приготовления Супериор Киблов нам уже понадобится здесь лимончик. Пойдём скрипсти по сусекам. Лимончик, редкий гриб. И вяленое первосортное мясо. И также древесный сок. Благо у нас есть немножко такого. Уже киблы варятся посложнее. Порог вхождения у них больше. Хорошо, закидываем сразу яйца. Закидываем сюда лимон. Немножко грибочков. Ахабка дров и суп готов, как говорится. И вяленое мясо. Включаем. А, и сок. Совсем забыл про сок. Хорошо, киблы наши начинают кипеть, бурлить. Без файбера они не будут кипеть, бурлить. Вот с файбером. Да, я не то мясо положил. Сорян. Вот. С файбером. С файбером эти киблы залетают на отличненько. Вот так красивенько выглядят они. Супериор кибл фиолетовый. Не, ну очень удобно. Я уже предвкушаю, как упростится, приручение. Теперь такая куча киблов. Все пойдут по одной категории, так сказать. Правда, сначала придется разгребсти всю свою старую кучу киблов, которые у вас были. Сначала избавиться от них, а потом будут у вас аккуратненькие стаки вот таких киблов. Супериор кибл. Хорошо, забираем эти киблы и смотрим, какие животные приручаются этими киблами. Супериор киблин, тот же самый алозавр, бобер, деодон, медведь, волк, газбакс, дунглиостей, мамонт, мегалодон, мегалозавр, мегатери, парасера, лизиозавр, сова, топижара и носорог. Очень много полезных животных входят в этот список. Половина фармящих, носороги, без которых никуда. Носороги прям очень хорошее животное. Совсем скоро я расскажу вам про носорогов, чем они хороши. Ну, думаю, те, кто знает, уже догадываются. Можете, кстати, свои догадки писать в комментариях. Чем же хороши носороги. Посмотрим, так ли это было на самом деле или нет. Животные хорошие в этом списке, очень хорошие. Достойные, так сказать, тех киблов и тех затратных, тех киблы, которые здесь, собственно, есть. Хорошо, двигаемся дальше. Экспешенал кибл по-русски звучит исключительный, исключительный кибл. Экстра лардж. Яйца нам нужны. Это очень большие. Этих яиц еще меньше. Этих яиц всего лишь 9 штук. Наконец-то пригодится яйцо Василиска Собирации. Яйцо Гигантозавра. Ютиранус, не знаю, нужен он был или нет. Но, по-моему, яйцо Ютирануса не используют в киблах. И вот, собственно, Ютиранус. Также Бронтозавр, Кецаль, Рекс, Тек-Кецаль, Тек-Рекс и Терезинозавр. Хорошо, пойдем варить. Смотрим, есть ли у нас такие яйца. Терезинозавр, вот как раз ее и возьмем. Для этого нам нужны будут редкие грибы. Тут уже идет посложнее. Нам нужно будет чили. Где она лежала? Чили. Острый ягодный настой, который еще нужно будет приготовить. Острый ягодный настой вы сейчас видите на своих экранах, из чего готовится. Нужно будет 5 жареного мяса, 5 лимонов, 20 амабери, азулбери, пентабери и 10 мажибери. Ну, собственно, и волокно, и вода нужна для всего этого. Уже усложняется в несколько раз изготовление этих киблов. Острый ягодный настой. Вот такой вот. Увеличивает эта штука показатель крафта и скорость передвижения. Эффект длится 15 минут. Довольно полезное зелье, как для крафтера, так и для ПВП. Потому что значительно увеличивает скорость бега. Итак, закидываем сначала настойчик такой. Яйца закидываем сюда. Закидываем редкий цветок, файбер. Ну и, конечно же, немножко мажибери. Пойду возьму побольше мажибери, потому что она заканчивается. И уже желтый кибл сварился. Как по мне, не шибко дорогой кибл. Помимо яиц требует не так много ресурсов. Единственное, запар это с острым ягодным настоем. Но редких цветков, я думаю, у каждого навалом. Итак, животные, которые приручаются на exceptional киблах. Следующий. Аргентавис, базилозавр, бронтозавр, гигантозавр, каркинос, моногарм, мазозавр, рекс, кецаль, терезинозавр, тек-рекс, тек-кицаль и спинозавр. Как видим, здесь встречаются нам самые популярные животные. Рекс, кецаль, терезинка, моногарм, гигантозавр, бронтозавр. Все самые топчики собрались в предпоследней группе. И, как по мне, упростили знатно систему приручения топовых животных. Те же яйца гигантозавра, которых туча, если вы, конечно, их собирали, сейчас разлетятся, как горячие пирожки. С киблами на топовых Дина проблем не должно быть никаких. Я помню, перед выходом титанозавра мы активно собирали яйца гигантозавров, потому что был такой слушок на реддите, что именно из яйца гигантозавра будет делаться кибл для этого мега-животного, которое вышло еще в 2016 году, по-моему. Мы тогда играли на карте Центр, на официальном сервере, кто помнит, рисуйте в комментах. Посмотрим, сколько старичков здесь у нас осталось на канале. И этих киблов гигантозавра у нас было несколько холодильников, мы не знали, куда их деть. И теперь для таких ребят. Я думаю, не мы одни собирали яйца гигантозавра, у кого-нибудь они еще остались. Кто-нибудь этим промышлял, сейчас они будут просто купаться в золоте, продавая эти самые киблы, либо используя их для приручения. Итак, забираем киблы обратно, так красивенько в рядочек они выглядят, и переносимся к последней группе киблов. Это экстраординарные киблы, и для них нужны специальные яйца. Что же входит в список специальных яиц? Пойдемте посмотрим. А специальные яйца, их всего лишь три вида. Это золотое яйцо гисперорниса, яйцо дрейка и яйцо виверна. Если кто-то не в курсе, то можно использовать оплодотворенные яйца для варки киблов. И яиц дрейка и виверна, ну, точно должно быть как грязь, если каждое яичко лутать. Вот у нас даже, сейчас можно посмотреть, мы не так часто ходим за яйцами. У нас вот, несколько холодильников этих яиц лежит. Левела у них, конечно, не ахти. Чисто для приручения титана Буама их брали. И из всей этой кучи можно сейчас наварить что-нибудь интересное. Я возьму парочку яиц разного вида. Давай возьмем еще тогда. 150-го брать не будем. Вот 15-го левела дрейка возьмем. И посмотрим, есть ли у нас ледяная. Ледяное нет, к сожалению, никакой. Было бы неплохо еще с ледяной сварить. Сразу отпадает золотое яйцо гисперорница на второй план, потому что легче слетать в логово, лутануть какое-нибудь бичевское яйцо, чем сидеть и пытаться добиться от гисперорница золотого яйца. Если вы не в курсе, давайте я вам сейчас быстро расскажу, как получить золотое яйцо гисперорница. Вам нужно взять его, притащить на какой-нибудь водоем, где обитают рыбы, где плещутся рыбешки. Плещутся в больших количествах желательно. Включить ему нейтрал, по-моему, либо блуждание, либо приказать атаковать эту цель. В общем, отпустить его в свободное плавание и ждать. Просто ждать. Он будет кушать рыбу. По-моему, каждая четвертая рыба дает яйцо. Он выходит на берег, несет яйцо, и каждое, либо третье, либо четвертое яйцо будет золотым, которое хранится 30 минут в руках и в холодильнике. По-моему, 2 часа оно хранится. Сейчас посмотрю даже. Так, оно хранится 30 минут, да, в руках, в холодильнике. В холодильнике хранится, ну, 2 дня. Окей, 2 дня оно будет лежать. Ну, что такое 2 дня? В понятии арк. Это яйцо. Что оно дает? Оно дает вам баф на опыт, если вы его съедаете. 10% к опыту. Висит этот баф 600 секунд. И лучше использовать его на баф для опыта. Также это яйцо можно скормить животным. Допустим, вот если скормить вот такому животному, на которое нельзя сесть, то ему будет даваться баф, по-моему, в 600%. А если скормить обычному животному, на который можно садиться, то также 10%. И тем самым можно прокачивать животных при помощи этих яиц. Но это так запарно, получать эти яйца очень долго. Нужно брать большой водоем, брать 3-4 гисперорнисов, пускать их, и пускай они несутся и собирать эти яйца чертовы. Но можно сделать проще. Взять яйцо Дрейка нахрен. Либо той же самой Виверны и сварить эти киблы злополучные. Хорошо, пойдем сварим эти киблы. Ну, для этого теперь нам нужен медок. Одно из таких вот нововведений. Осталось найти, где Лена здесь ставила медовые соты. Где-то они вроде как на входе должны быть. Вот они. Отлично. Без редкого цветка. Так, забегаем, берем. Плюс, помимо меда, нам нужен лазарус. Лазарус это кремовый суп. Вот он, кремовый суп. Кремовый суп, который тоже готовится заранее. Похлебка лазаря. Давайте посмотрим, из чего же она делается. 9 жареного мяса, 5 картошки, 5 кукурузы, 10 мажеберей, 2 наркотика. Как видите, уже используются наркотики в изготовлении этого кибла чудесного. Но радует одно, что лазарус можно наварить заранее. Что, собственно, мы и сделали. Подожди, а где у нас 99 было? Я выкинул, по-моему, да? Ну, хер с ним, пускай будет 11. Итак, нужна нам одна похлебка лазаря для кибла, один мед для кибла. Это самый геморрный кибл считается. Хорошо, мажеберим и волокно. Погнали, сварим, посмотрим, что получится из этого. Оп, отлично. Все прекрасно варится, как видите. Главное, не сварите какой-нибудь 190 левела виверну. Отлично. И теперь, кто же приручается на экстраординарных киблах? Кого же мы можем приручить на этих киблах? А приручаются следующие животные. Какого-то хрена кто-то из разработчиков решил, что будет неплохо засунуть в эту категорию грифона. Мегаланию. Голема еще ладно, хрен с ним, я могу понять. Сюда бы еще можно было гигу засунуть для пущего эффекта. Тилокалео какого-то хрена здесь делает. И Ютиранус. Тилокалео-то, что вам плохого сделал, разработчики? Расскажите мне, пожалуйста, что в нем такого имбового, что его нужно томить вот таким вот лютым киблом. Ютиранус понятно. Рокголем понятно. Ну хрен с ним. Грифон тоже понятно. Но Мегалания и Тилокалео. Видимо, потому что на них можно лазить. Но открою вам секрет. Но Тилокалео нельзя переносить на аберрацию. По крайней мере, раньше этого нельзя было делать. Сейчас не знаю. Но скорее всего нельзя. Мегалания хрен с ним. Можно лазить, да? Допустим, на аберрацию, куда-то забираться на верхушке. Можно лазить на Мегалания. Если они, конечно, есть еще на аберрации. Ну Тилокалео-то что вам сделано? Ну ладно. Не будем о грустном. Грифон. Раньше можно было себе притомить грифона на киблах. Ну на третий день игры на сервер. Ну даже на второй. В первый день ты томишь себе лазавров. Делаешь из них киблы. Из яйца лазавра. На второй день идешь. И приручаешь себе топового грифона. Сейчас, чтобы это сделать, нужно будет немножко упороться. Как бы чтобы приручить топового грифона, тебе нужно либо упороться с вот этим вот чудесным гисперорницем. Либо уже каким-то боком без грифона. Ну либо на грифоне, там ли на бараниной, летать и собирать яйца. Это очень и очень печалит. Но посмотрим, как это играется. Также остались животные, которые томятся по-прежнему своими старыми способами. Без вмешательства киблов. Титана буа входит сюда. Да, Титана буа также входит. Ну в общем все с нестандартным приручением, которые не требуют киблы. Они все так же остались в этой ветке, так сказать. Система киблов интересная, с одной стороны. Но с другой стороны, немножко заставляет подзаморочиться на тех животных, на которых раньше не нужно было подзаморачиваться. Ну да ладно. Пишите свое мнение. Мне пока все нравится. Интересно. Иконки красивые, прикольные. Теперь несколько видов киблов. Все стало намного проще. Нет такого геморроя с киблами. По крайней мере будет меньше места занимать в холодильниках. Это радует. Спасибо за просмотр. Пишите свое мнение по поводу этого нововведения. Как вам оно? Остались ли довольны, либо нет. Напоминаю, что серия была записана на нашем сервере Rears Games. Ссылка на него в описании. Но думаю, природчик вы в начале серии видели. В курсе, где что находится. И какие сервера лучше всего выбирать для игры. Напоминаю, что PvE сервера у нас еще ни разу не вайпались. Если что. И там очень дружная комьюнити играет. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, этот ролик был вам полезен. Если да, то обязательно поставьте лайк. Напишите какой-нибудь комментарий. Поделитесь этим роликом с друзьями. Вступайте в группу ВКонтакте. Также обязательно подпишитесь на канал, если еще этого не сделали. И нажмите на колокольчик. С вами был Rears. Всем счастливо. Всем до новых встреч.